Ты лучше уйди, я не встану. Да ведь работу потеряешь, скричала она. Сказал, не встану, повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом. В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, да то ли ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом. Когда тот явился, Джонни мирно спал и также мирно проснулся и дал ощупать свой пульс. Ничего особенного, сказал доктор. Очень ослабел, конечно, кожа до кости. Да он всегда был такой, сказала мать. Теперь уйди, мама, дай мне поспать. Джонни сказал это кротко и спокойно. Так же спокойно повернулся на другой бок и заснул. В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него. Я ухожу, мама, объявил он. Давай простимся. Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал. Вот, дожила, проговорила она сквозь слезы. Потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражающие даже любопытства. Да куда же ты пойдешь? Не знаю. Куда-нибудь. Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлело в его сознании, что он мог бы увидеть его в любую минуту. А как же работа? Дрожащим голосом проговорила мать. Я не буду больше работать. Господь с тобой, Джонни, заголосила она. Что ты говоришь? Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на Бога в устах сына потрясает набожную мать. Да что на тебя нашло? Спросила она, делая слабую попытку проявить строгость. Цифры, ответил он. Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал и просто сам удивился. Не пойму, при чем тут цифры? Схлипнула она. Джонни терпеливо улыбнулся. А мать со страхом подумала, куда девалась его обычная раздражительность. Сейчас объясню, сказал он. Я вымытался. А от чего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться. Ну, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал 300 дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше 10 движений. Это будет 36 тысяч движений в день. В 10 дней 360 тысяч. В месяц миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч. Он сказал это с великодушием щедрого филантропа. Отбросим даже восемьдесят тысяч. И то останется миллион в месяц. Двенадцать миллионов в год. За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю. А в эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. Да чего ж хорошо было сидеть просто. Сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость. Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть, да сидеть. Все отдыхать, да отдыхать. А потом опять отдыхать. А что же будет с Вилли и с ребятишками? В отчаянии спросила мать. Ну, конечно, Вилли и ребятишки, повторил он. Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына. Но уже не чувствовал обиды. Ему теперь было все безразлично. Даже это. Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли, чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать. А я-то тебя растила. Заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица. Ты меня не растила, сказал он кротко и грустно. Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает. Мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу. Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях. Я ведь делала все, что могла. Всхлипывала мать. Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево. Теперь я ничего не буду делать, сказал он самому себе негромко и нараспев. Потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился. Яркое солнце ослепило его. Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До уши его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он никому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрижещущим машинам. В душе у него не было горечи. Одна безграничная жажда покоя. Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека. Заморенное, искалеченное существо Ковыляло, свесив плеть и рук, Сгорбившись, как больная обезьяна, Узкогрудая, нелепая, страшная. Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, лежал без движения, Следя глазами за птицами Или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся, Видимо, без всякой причины. Когда сумерки сгустились в ночную тьму, К станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона И неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь, Паровоз дал свисток, Джонни лежал в темноте и улыбался. Субтитры создавал DimaTorzok